О чем будет встреча французского лидера и главы Еврокомиссии с лидером Китая, будем обсуждать. Иван Преображенский, политолог, эксперт по странам Центральной Европы. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. С чем, собственно, едут Макрон и Урсула Фондерляен к Сидзиньпину? О чем будут говорить? Будет ли война в Украине главной темой их встречи? Вряд ли война в Украине будет главной темой их встречи, но одна будет одной из центральных тем их встречи, С учетом, по крайней мере, того, о чем в последнее время говорит, например, Эммануэль Макрон, как и некоторые другие европейские лидеры, он довольно четко сформулировал, что он не против посреднической роли Китая, соответственно, не более того, но и не менее того. То есть обсуждать возможности китайского посредничества не сможет ли Си Цзиньпин, а он, очевидно, не сможет, мы это раньше уже увидели, убедить Владимира Путина прекратить войну, безусловно, это будет в ходе визита обсуждаться. Другая тема, гораздо более важная для европейских лидеров, это экономическое сотрудничество с Китаем, условия этого экономического сотрудничества, независимость этого экономического сотрудничества от внешней политики Китая. В первую очередь, безусловно, здесь уже задействованы скорее интересы США, в том плане, что именно США, в первую очередь, в России выстоят Китай и его попыткам регионального давления на соседние страны. И именно США являются военным, по сути дела, гарантом сохранения ненезависимости, потому что США признают, что Тайвань формально является частью единого китайского государства, но, скажем так, автономии Тайваня, которая сейчас имеется от Китая, самоуправления полного и так далее. Си Цзиньпин, как известно, переизбирался на третий срок, ломал под себя китайское законодательство и неписанную традицию, в том числе как раз на, скажем так, обещаниях решить территориальную проблему Китая, то есть восстановить, как они называют, эту территориальную целостность, иначе говоря, оккупировать Тайвань. Издание «Политика» пишет о том, что Макрон в целях этого визита попытается отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным. Как думаете, какие могут быть аргументы для того, чтобы его отговорить? Какие рычаги? Ну, по большому счету, у них не так много аргументов и рычагов. Естественно, речь идет, в первую очередь, об экономической политике. Скорее это будет политика предложений и то, что называется пряника, чем кнута. В отличие от США, Европейскому Союзу не так уж много, чем можно надавить на Китай. Чувствительные технологии Европейский Союз и так стараются Китаю не поставлять не столько по причине политической, сколько по причине того, что Китай является экономическим конкурентом для многих европейских стран. Пусть даже китайские технологии по многим параметрам вторичны, но уже не везде. В любом случае, китайские товары, безусловно, по цене выигрывают у европейских в разы просто местами. Соответственно, тут Европейскому Союзу можно что-то предлагать Китаю взамен. Естественно, напоминая о том, что если Китай будет активно поддерживать Россию, то ЕС, безусловно, вместе с США в рамках санкционного режима начнет ограничивать еще больше. Оно и так ограничено торгово-экономическое, научное и прочее сотрудничество с Китаем. В продолжение ваших слов, вот заявление Урсулы фон дер Ляйен, то, как Китай продолжит взаимодействовать с войной Путина, будет определяющим фактором для отношений между ЕС и Китаем в будущем. Это она заявила перед, собственно, поездкой в Китай. Вот вы можете детальнее расшифровать вот эту фразу, что будет, например, если Китай решит сближаться в более тесном формате с Путиным? Как ЕС может отреагировать, кроме санкций? Ну, для ЕС, с учетом того, что война идет на границах ЕС, и именно государства Европейского Союза непосредственно поддерживают Украину, выставляют военную технику через свою территорию, через свои границы в Украину и так далее. Это, по сути дела, почти внутренняя война. Соответственно, если Китай не услышит, я думаю, именно так это надо расшифровывать, озабоченность Европейского Союза тем, что Россия ведет войну в Европе, то есть в зоне интересов, скажем так, Европейского Союза, чувствительной, предельно чувствительной для Европейского Союза зоне, то Европейский Союз оставляет за собой возможность отвечать каким угодно образом, и очевидно будет считать Китай недружественным государством. Из-за этого можно будет делать достаточно далеко идущие выводы, но, повторюсь, кроме экономических способов воздействия на Китай, у Европейского Союза, в отличие от США, инструментов не так много. Хотя мы знаем, что с прошлого года впервые, например, европейские военные суда стали регулярно появляться в регионе Юго-Восточной Азии, и куда раньше они, в общем, не особенно стремились плавать. Появление там, по сути, стабильного европейского присутствия, это означает, что Европейский Союз вместе с другими союзниками США, Японии, Австралии, Кореи и так далее, готовы в случае военного конфликта напрямую выступить против Китая. Это достаточно жесткий, ясный сигнал, и он, в принципе, был неизбежен, с учетом того, что и Китай никогда не скрывал, что именно Россию рассматривает как своего основного военного союзника, в этом качестве она для него ценна. И именно поэтому, в значительной мере, скорее всего, Син Цзиньпин пытался убедить Владимира Путина вначале не ввязываться в военную агрессию против Украины, а потом, как можно скорее попытаться из нее выйти, с учетом того, насколько для российской армии негативно развивается эта война. Соответственно, Китай абсолютно из таких прагматичных соображений не хочет терять сильного военного союзника и не хочет, чтобы Запад видел, насколько в реальности слаба российская армия. Удобно пугать от схемы, кто на нас с Васей. Как думаете, с какой позиции к встрече с Макроном и Урсулой фон дер Ляйен подходит Син Цзиньпин? Готов ли он слышать и слушать аргументы, доводы? Готов ли он к диалогу с Европейским Союзом, с европейскими лидерами? Син Цзиньпин, очевидно, недоволен Владимиром и теми решениями, которые он в последнее время принимал. Во-первых, агрессия против Украины началась совершенно точно без, что называется, проговаривания с Китаем, когда Китай пытался давить и как минимум отсрочивать российское нападение на Украину во время Олимпиады, очевидно, что Путин и российские представители говорили китайцам, хотя те видели обратное, что никакого нападения не готовят. То есть обманули доверие своих союзов. Что произошло дальше? Син Цзиньпин приехал в Москву, Владимир Путин с ним встретился и довольно активно демонстрировал, что он вполне независимый лидер, хотя экономически сейчас радикально возросла зависимость России от Китая, и Путин не может этого не понимать. Но мало того, сразу после отъезда Син Цзиньпина Владимир Путин берет и объявляет публично о размещении ядерного оружия на территории Беларуси буквально сразу же после того, как он с Син Цзиньпином подписал декларацию совместную двустороннюю о неразмещении ядерного оружия России и Китаем за пределами своих стран. Син Цзиньпин не мог не знать, что Россия собирается, либо уже даже, возможно, разместила ядерное оружие в Беларуси, какое-то тактическое, например, могла уже там иметь, например, когда перебрасывала туда Искандеры. И, естественно, Син Цзиньпин каким-то образом это озвучил и, по сути дела, принуждал Россию подписать эту декларацию. И что же? Владимир Путин ее подписал и тут же на нее демонстративно плюнул. Безусловно, в этой ситуации Син Цзиньпин склонен слышать европейские аргументы, склонен договариваться с европейскими лидерами и демонстрировать им готовность к совместному сдерживанию аккуратному России. При этом портить отношения с Россией он тоже не готов. То есть, скорее всего, на этих переговорах он будет говорить общие формулы выступления за мир, он будет с удовольствием обсуждать с ними возможность начала мирных переговоров, если к ним удастся принудить, скажем так, обе стороны. Потому что и для Украины сейчас, честно говоря, никакого смысла практического нет начинать с Путина мирные переговоры. Соответственно. И всячески демонстрировать готовность идти в русле западной политики по вопросу о российской агрессии в отношении Украины. Слушайте, ну вот достаточно интересно и противоречиво звучит то, что вы говорите. Мы перед тем, как включиться в эфир с вами, говорили с политологом и политтехнологом Аббасом Галямовым о том, что Путин состоит антизападную коалицию и, ну, грубо говоря, о том, из кого она будет состоять. Если он таким образом разбрасывается, ну, не то чтобы даже союзниками, а союзниками, наверное, в понимании Путина, то есть все равно каким-то образом, так или иначе, созависимыми партнерами, то из кого же будет состоять эта антизападная коалиция, кроме России и Беларуси? Ну, на самом деле, практически ни из кого и не будет. Нет, если Китай призакроет на это глаза, на это он, скорее всего, глаза призакроет, то в нее также войдут Иран, нет, Северная Корея и какие-то из государств, которые Китай в общем значительной мере считает своими сателлитами в Азии и в Африке, и Россия тоже активно старается сейчас с ними взаимодействовать. То есть это такая будет мини-копия советского мира, да, так называемого в широком смысле, только без идеологии, без гигантских советских капиталов и без претензий на то, что этот мир является действительно полным как бы антиподом западного мира и настолько же силен. Совершенно очевидно, что это такая коалиция отверженных, скажем так. Нет, коалиция это режимов, которые поддерживают терроризм, например, так или иначе. Коалиция режимов коррупционных, коалиция режимов, строящих свои экономики, в том числе на контрабанде. Нет, и так далее. Что касается Китая, то понятно, что его отверженность от этого, нет, именно от этой коалиции, она практически неизбежна. Но при этом Путин понимает, что Китая не будет никогда полностью здоровых отношений с Западом, а амбиции Китая в отношении соседних стран, и в первую очередь Тайваня, неизбежно будут приводить к конфликтам Китая с Западом. Поэтому Путин уверен, что он в любом случае Китаю нужен, и Китай его не бросит. Другое дело, что так, как он хочет, Китай ему тоже помогать не будет. The New York Times пишет, что власти Китая внимательно изучают ход войны в Украине, и в качестве главного примера для них действия российской армии изучают, как успехи, если они есть в российской армии, так и поражения, и ошибки российской армии. И эти знания могут пригодиться китайской стране в гипотетической войне за Тайвань. Может ли Китай, пока весь мир обеспокоен войной в Украине, готовиться условно к битве за Тайвань? Реально готовится? Китай реально готовится к битве за Тайвань и абсолютно не скрывает этого. Последние заявления китайского генералитета, китайских официальных лиц, самого Си Цзиньпина, с призывами к генералам не боятся применить силу, если это потребуется, абсолютно откровенно дают понять, что Китай готов делать, если это понадобится. Китайские генералы, и это известно, очень внимательно относились к аннексии Крыма. И после этого в китайской армии был модный тост за Крым и Тайвань, потому что они надеялись, что по той же схеме практически бескровно удастся аннексировать и Тайвань. Новый российский опыт полномасштабной военной агрессии, причем неудачной полномасштабной военной агрессии с точки зрения тех целей, которые Путин себе ставил, это безусловно холодная душа Китая. Очень неприятная новость, говорящая о том, что в случае массированной западной поддержки даже российская армия не в состоянии противостоять армии, которая, казалось бы, по крайней мере, все так считали еще полтора года назад, значительно слабее российской. Что будет, если китайская гигантская армия обрушена на Тайване, а соседние государства будут оказывать Тайване военную поддержку? Непонятно. Вот эта вот неизвестность пугает китайцев, напрягает китайцев, но тем не менее они, естественно, храбрятся, а у Си Цзиньпина просто по большому счету нет выбора, потому что неформально обосновывая свое восшествие снова на престол, что называется, свой третий срок, он четко обозначал, что это необходимо для того, чтобы решить территориальные проблемы Китая. Так же, как в свое время Путин возвращался в 11-12 годах. Да, услышали вас, Иван. Иван Преображенский, политолог, эксперт по странам Центральной Европы, говорили о предстоящем визите в Китай лидеров Франции и главы Еврокомиссии Русула Фундерляйна.